Зачем нужно следить? Смотреть. Это мое личное мнение. Возможно, кто-то его не разделяет. Первая ошибка, когда пытаются сделать вот эти техники. Начинают она еще при атаке. То есть выглядит так. Вроде как бы дают атаковать свою руку. Но при этом прихватывает руку противника и начинает тащить своего оппонента. Что важно при исполнении техники. Ваша скорость и скорость вашего оппонента должна быть одинаковой. Не быстрее, не медленнее. Одинаковой. Вы не хватает. Вы сопровождаете руку. Дальше смотрите, что происходит. Вы опять же, типичная ошибка, хватает руку, начинает тащить руку на себя. Поднимают руку. И потом именно бросают. То есть выбросают. Как правило, на публику это производит очень большое впечатление. Особенно если вы маленький, противник большой. Падает оппонент очень громко. Все хлопаются. Всем нравится. И дальше все повторяют те же самые ошибки. Еще раз повторю. Ваша скорость должна быть такая же, как скорость УК. То есть ставить. Это не пауза. Ваше движение заканчивается вот здесь. Но не вы тащите УК. А УК продолжает двигаться на вас. И вы его просто сопровождаете. Откуда эти ошибки возникают? Как правило, из-за того, что УК не атакует. Да? То есть я УК. Выглядит так. И все, движение УК закончилось. То есть все, атаки нет. Он просто стоит. Естественно, так как Фин Цэй попросил сделать шаганаги, значит это... Щи Тэ начинает тащить его и пытаться бросить. Это неверно. Вот опять же вспоминаем, да? Предыдущее занятие. УК создает условия для выполнения данной техники, для того, чтобы вы наработали определенную реакцию на определенный раздражитель. Вы все время двигаетесь. Вы двигаете, 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 полетели. Ни в коем случае УК не должен останавливаться. Понятно? Аль. Вот. И вот так вот работает. УК двигатель. Понятно? Аль. Вот. Но. УК. А не изображайте, во-первых, радиоуправляемого ракета. Такого не бывает. И не изображайте Джима Кэрри. То есть если вы атакуете, не обязательно это делать быстро, да? Исходите из опыта своего оппонента. Важно, чтобы это было как бы реалистично, да? То есть никто не атакует арку. Да? Да. Как правило, мы же очень любим рассуждать об улице, да? Все это происходит неожиданно. То есть вы идете, идете, кислотой. Вопрос, ну где? Тогда вы уже вывели руку УК. Зачем он двигается дальше? Какой смысл этого? Это все на движение? Я понимаю. Ну вот вывели на движение просто на это сам. Вы его прошли, да? Повернули. Вот сюда. Вот здесь. Тут остались. Зачем ему двигаться вперед? Легче остановиться, ударить в затылке. А кто-то должен остановиться. Вот, я слышал. Зачем ему двигаться? Почему он двигается? Я сейчас, я попытаюсь. Если вы его не бросаете, он просто остановится, да? Смотрите, все, что вы видите, да? Вот такие большие приемы, длинные. Это... Как объяснить? Это определенный ситуативный набор, да? Если УК остановится и будет делать что-то другое, соответственно, я не буду делать что-то шиханами. Я буду переходить на другую технику. Но тогда я не буду уже не шиханами. Ну, вот, допустим, я своим объясняю, что УК всегда пассивно агрессивен. То есть, когда он видит возможность атаковать, он атакует. Если возможности нет, то нет. В данном случае, когда человек вышел в эту позицию, двигаться УК по движению, можно только в том случае, если вы придали его динамику. Ну, все, я приблизительно понял. Все, в чем вам будет. Посмотрите. Давайте тогда немного отойдем, КТЁНИ КИХОН ВАДЗА. Чтобы вам понять. Смотрите. Что такое... В ЮШИНКАНА КИДО КИХОН ВАДЗА. В карате есть его аналог. Называется КИХОНЫ ПОН КУМИТЕ. Да? То есть, если, допустим... Ну, Анатолич, у нас еще плохо коротко занимается. Шуманский. Да? То есть, у меня, допустим, четкое задание УК. Да? И он его начнет нанести Шуманский. Да? Бум. Моя задача... Не дергаешь, что я взял что-то. Моя задача научиться ставить блок с этой УК и научиться проводить внутротактор. Вот мы стараемся. Да? Тот вопрос, который Вы задали... Ну, скажем так, стандартный, абсолютно. Это из серии... Часто на начальном этапе, когда я еще кого-то начинал заниматься, точно так же люди приходили и говорили, а почему он руку назад не отдергивается? Это учебная задача. Все. Потом, да, когда Вы научитесь все это делать, и это делать, потом Вы будете конструировать в какой угодно ситуации. Скажу так, Вы сначала изучаете этот ситуативный набор, потом этот ситуативный набор, потом этот ситуативный набор. Когда в этих ситуативных наборах Вы выучите определенные принципы, потом Вы можете их собирать в различных порядках. Вот Шиконаги это типичный ситуативный набор. Но Ое Вадзе... Я не знаю, где Татикай называется... Этот раздел, да? В карате есть его же аналог. Называется... Джиуи Пон Куми Те. Когда оппонент атакует не в свободной... Я четко знаю, что мой оппонент наносится, допустим, в Оецке или Гьяковске. Там нету Маваш и Гьяни, там нету... Оппонент бьет Оецке и все. Моя задача точно так, что поставить в центре руки и атаковать. Только единственное, что это делается просто в более свободной работе. Вот. И вот Ое Вадзе в данном случае... Что-то Джиуи Пон Куми Те. Понятно? Ое Вадзе только в динамике. Да, просто в динамике. Вот. Здесь, скажу так... Для того, чтобы объяснить, что мы делаем вот здесь, в Ое Вадзе... Нам все равно придется перейти потом кипом Вадзе, и я буду все равно это объяснять. Вот. Но смысл нашло, да? То есть УК двигается, не стоит. Понятно, да? Вот. Знаете, как можно объяснить? Представьте себе, что идет непрерывный поток энергии, да? Вот он идет, идет, идет. Вы его просто сопровождаете, двигаетесь вместе с ним. Потянете, вы прервете. Остановитесь, вы прервете. Вы просто двигаетесь с этим потоком энергии. Все. Ну, скорость, естественно, выбирайте сами по себе. Вот. Сейчас можно... Одно слово. Там просто... Задача к руке... Почему все время двигать сложно? Задача к руке – зажать. Попытаться зажать. Человек, которому вот атакуют. Зажать. И это вот... Понятие зажать – это... Когда человек останавливается, он не зажимает. Потому что, чтобы зажать, нужно вот так... Зажать... Понятие... В итоге... Понимаете? То есть, вот, вот, разница. То, что, о том кто-то спросил. Это... А то есть, к тому, что, если я подошел вот... Раз... И все. Да. Я остановился бы. Да. Это поток энергии давно не было. А вот в... Ну, вазу, вазу, вазу... Это... Рассматривается вариант, когда... Я нажимаю... И... 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 Опять. Я нажимаю, и опять дальше. Понимаете? Получается, насколько меня хватает. Ну, то есть, мне... Это учебно-тренировочный процесс. То есть, ни одним движением меня, грубо говоря, Бухнет, что я больше не встал, и все. И... И... А вот... И я тренируюсь, как в руке. Потому что у меня падает, не падает, не падает... То есть, динамика. Помимо того, что... Три-пять раз человек упадет. У него потом банка уходит. Он не понимает, для чего он стоит, для чего он бежит. Чтобы это тренировать дальше, чтобы... То есть, он должен понимать... А в основном все. Я буду схватить, должен зажать, схватить, зажать. И поэтому, это идет процесс тренировочный. Понимаете? То есть, не только что ты... Руки тренируются. Которые... Хоп, 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 хоп. Помимо страховки еще, Что я должен сделать. Что я должен сделать. А не... Встал, ага. Встал, упал. Понятно? Ну, как бы это... Тренировочный процесс. Это, ну... Немножко вопрос, он просто не для этого. Хотя там... Ускуски специализаторов. Да. Как уже, как пишут. Только в том случае. Поэтому так. Ребята, согласны? Да. Ну ты попробуй сейчас, ты держал в основном. Что касается такого страшного понятия, как Артем. Я скажу страшную тайну, в которой, скорее всего, со мной не согласятся 99% и 90% айкидоков, которые вообще существуют в природе. То, что обычно, большинство людей воспринимают как Артем, на самом деле является практически грубейшей ошибкой при исполнении техникой айкидоков. Дело в том, что если вы внимательно посмотрите моменты в техниках, где обычно вставляется Артем, и начинает рассказывать, надо круто бить там, набивкой заниматься и так далее. Вы заметите одну такую странную вещь. Вы Артем наносите в тот момент, когда у вас руки поднимаются вверх. То есть, согласно физиологии, вы делаете вдох. Невозможно сделать вдох и одновременно ударить. Просто физически. Это рад. У удара есть одно но. И вы встали. То есть, нет, это Кихона, конечно, вариантом есть здесь на руках дергается и так далее. Но это законченное движение. То есть, вы собираетесь наружу и посылаете всю энергию в одну точку. Всё. Здесь всё закончилось. Энергия ушла. Дальше уже ничего делать не надо. Да. А Египет делается наоборот. Вы вот эту энергию, которую посылают в точку, вы должны принять и рассеять по Вселенной. Вернуть её обратно. То есть, вы действуете в противоположном направлении. Поэтому, смотрите, сейчас мы разберём какая больная. Первые две. Первые две. Смотрите. Когда вы делаете Кихонный вариант Шиханаги, не делайте, пожалуйста, вот так. Смотрите. Ну, эффект посмотрите. Смотрите. 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 Это очень лёгкое движение. Всё. Теперь смотрите. В чём смысл этого движения? Всё, что вы делаете. Здесь рука не останавливается. Вот где она останавливается. Это один момент. Я сейчас сначала элементы как бы объясню, потом буду делать Шиханаги, кстати. Дальше, смотрите. Прочлю. Основная ошибка. Позиция Лукавицы. Он спокойно может на вас осесть просто-напросто. Вы его уже не удерживаете. Это первое действие, которое вы делаете. Разворачивает Лукэп и вытягивает его в противоположном направлении. А сколько должна быть глубина входа по плечам? Ну, тут смотрите, по росту, по весу. Вот. Техника, кстати, чуть не забуду. Техника выполняется тогда, когда вас берут за руку и тянут на себя. И при этом большой палец давит больше, чем все остальные. То есть рука у вас справляется вот в этом направлении. То есть АТМ. Разворот. Приезжаем. То есть рука поднимается до уровня плеча. Вот. Разворачиваете Лукэп, вытягиваете руку перед собой. Вот. Все зависит вот от этой позиции. То есть если у вас Лукэп ниже роста, соответственно, вы делаете выпад короче. Если он выше роста, соответственно, вы делаете выпад длиннее. Вот. Еще один момент. Смотри. Если вы встанете с этой позиции, у Лукэп появляется возможность, если угодно вас на контратаковать. Когда вы разворачиваете Лук больше, соответственно, атаковать он может быть и может. Но не так страшно. Дальше. Это движение незаконченное. Заканчивается оно вот здесь. И сразу становится, вот у меня, по крайней мере, возник такой в свое время вопрос. А с чего бы я вдруг поворачивался в этом направлении? Да? Почему? Потому что у Лукэп, по идее, ничего не делает. Все он стоит. Вытянусь. И если я между поворачиваться и его бросать, то есть, по идее, мы должны поменяться местами. То есть, я агрессор, я атакую своего оппонента. Поэтому идея моя была очень проста. Вы становитесь. И Лукэп тянет руку на себя. И вы заканчиваете движение. Дальше. Еще раз. У вас тянут. Вы атыми бьете. Не для того, чтобы он остановился. Уточнились. Дальше. Продолжайте. Это движение не здесь заканчивается. Заканчивается здесь. После этого Лукэп тянет на себя. Повернуется. Так. Дальше. Это не конечная фаза. Так ну что движение здесь? Аттре. Давайте. Сейчас. С этой точки зрения поделайте технику. Ну и потом перейдем уже дальше. Гот. Знаете что здесь? Сложно сказать ошибки, знаете, вот я сейчас посмотрел, каждый учит по-разному, не знаю, как из этой каши что-то получается. Почему я не сторонник, допустим, ситуаций, когда побыл на этом семинаре, побыл на этом семинаре, побыл на этом семинаре, побыл на этом. Знаете, для таких людей, которые любят ходить по семинарам, называю «собирателем фишек». То есть вот там фишку поймал, здесь фишку поймал, здесь фишку. Потом действительно куча фишек, такой «Вау!» А толку никакого! Да, толку никакого! Потому что у каждого инструктора есть куча таких фишек, которые он делает, потому что у него и опыт. Но что такое один инструктор? Инструктор это определенная методология, хочешь не хочешь, но и все равно есть какая-то своя методика. И он, исходя из этого, должен строить свой тренировочный процесс. Чисто для ознакомления, конечно, да, есть смысл ходить. Но заниматься лучше все равно у одного человека. То есть, допустим, вот я, скажем так, принял для себя то, что преподает Чико-сенсей. И все, я от этого не отхожу. Да, я смотрю кучу инструкторов, я с удовольствием к кому-нибудь еще в колонию поплывал. Но я преподаю именно то, чему учили меня. И считаю его своим учением. Я к чему говорю? Не считайте то, что я говорю, ошибкой. Да? Вот. Это не ошибки, это может быть другой взгляд просто наоборот. Смотрите. Сейчас вот большинство из вас, вот, что я, что я в талии подходил к вам, не поднимайте локти. Не выдирайте, не разводите их в сторону. Смотрите, что вы делаете. Вот, не знаю, плотно, но не крепко. Смотрите, вы начинаете делать вход, начинаете подавать локоть вперед. Вы сами себя отталкиваете от своего УК. Либо УК от вас оттолкнется, если он легче. Либо вы от него отлетите, если вы легче. Чаканаги это круг. Вы должны рукой УК нарисовать круг. Понятно? Это неправильно. Из-за того, что вы поднимаете локоть, вам приходится напрягать все свои руки и применять физическую силу, потому что иначе вы просто не удержите своего оппонента. Расслабьте его. Локоть внизу. Все. Больше ничего делать не надо. Прижай. Локоть внизу. Локоть внизу. Смотри. Если я сейчас начну разводить локти в сторону, я начну применять физическую силу своему оппоненту. Я начну выкручивать ему кисть. Естественная реакция человека. Мне больно. И так мне выкручивать руку в этом направлении и не хочется повернуться. Все. Я вот здесь встану, вы можете меня только сломать. К другому вы меня уже никак не гоните. Вы прервали. Вы, делая больного своему оппоненту, прерываете вот этот поток энергии. А начинается эта боль из-за того, что вы начинаете поменять физическую силу. Техника. Раз. Два. Не надо на приказ. И все забыли об одной вещи. УК тянет назад. Перехватили. Точнее... Пехот базы, конечно, я не говорю слово, уронили. Но на самом деле, вот этот поворот, это все одно движение, естественно. Вот. Опять же, возвращаясь в круги, когда УК тянет. Почему я противник вот этого движения? Потому что в этот момент УК очень легко может либо вас притянуть назад, либо может повернуться против... Нет, с другой стороны. И выпустится. Чаще всего, наверное, вы видели, как правило, он закручивается просто на области. УК такой же участник этого процесса, как и щепет. А у вас получается, что УК это мальчик для битья. Вы пришли и его пандалили. Просто наоборот. Либо наоборот. УК это тот козел, который не дает вам сделать технику вообще. Нет. УК это прочая часть тренировочного процесса, да? Вспомним, да? Кихон и ПОН КУМИТЕ. Один делает у одного одна задача, у второго другая задача. Соединяем вместе. Мы изучаем боевую историю. Ну, снова Шиконаги. Вспоминайте об этом. Мы начинали тренировку с Шиконаги ВОД ВАТО. Сейчас мы делали КИКЛО ДВАТО. Это мочащие тонания. Теперь смотрите. На фаминых погибе. Соединяйтесь. Урок пообщения, да? Урок пообщения, да? Да, урок пообщения. Второй вариант. Познакомиться с девушкой. Нет, нам очень хотелось. Ну, может это сделать интеллигентно, да? Ну не совсем эти видят, мне сейчас вот так будет выглядеть, как у коврика, конечно. Просто я видел. Как у Кавказа. Так вот, Ай-Кидо это вот этот третий вариант. Чаще всего, когда мы замкнули в зал, видим, что кто-то занимается Ай-Кидо, здесь два варианта, либо первый, либо второй. Чаще первый, чаще всего. Но и первый, и второй вариант это не имеет. То есть любую технику вы должны делать вот так, просто ещё раз. Ты сделаешь стеснительное, дороже, да? То есть не тащите, не отталкивайте. Есть ещё конечный вариант такого, когда хотите позднокосным, то шу, опять позднокосным. Представьте, что ты как муж приходишь там, ну тьёпаться с ковородкой, неполная гармония и идея в семье. Технику вот нужно делать, вот третий вариант, то есть вы сопровождаете, приглашаете и сопровождаете. Странно это звучит от Вишенганского, когда обычно говорят о жалобной фигуре и ещё о чём-нибудь. Часто даже к этому мячу я отношусь чисто как к индивидуументу, у меня нету конечно такого как патетического чувства, но к хорошему другому кучу надо относиться к вложению. Смотрите, чтобы я продолжил серию, чтобы я прошла на них. Раз, два, три, четыре. То, что вы сейчас делаете. Движение обычно это выглядит вот так. На этом всё заканчивается. Погнали, да? Раз, два, три, четыре. И когда мы начинали треперовку, мы делали вот так вот. Вот. Но если мы посмотрим как работает с мячом, да? По идее, только не очень быстро. Вот так вот сейчас. Временно страховка нету. Правильно? Временно страховка нету. Скажем так. Какой вариант исполнения приёма, да? Тогда ещё делается вот так. Какая-то элементная сенсация. А, начиналась с этой позиции. Как он сказал. В старые времена, где шинкана и гидо, техника начинала с такой же позиции, как байки-кар. То есть в разноименной стойке. То есть отсюда, да. И поэтому техника выглядела вот шаханани. Выглядела вот так вот. Но потом, здесь дело, что надо было обучать очень быстро. Вот. Люди приходили без опыта и так далее. Просто взяли и убрали ход техники. И отсюда появились вот такие, ну, начальные позиции. По идее... У вас одноименные руки и ноги, да? Такая позиция именно есть? Да. У нас пока... Да, это обучающая, естественно. Потом вам должно быть всё равно вообще в какой стойке стоить. То есть у нас считается вот эта ошибка, когда левая нога и правая рука, это считается ошибкой. Такой позиции, в принципе. Ну, я же тебе обещаю, я объясню. Изначально это... Ну, вот так. Это не начальная позиция. Это уже момент, когда вы выполняете технику. То есть нету входа. Входы при шаханани кидо изучают... Ну, по идее, вы должны изучать чуть позже. Когда вы владеете базовой техникой, да? А потом уже... Полгода нарабатывается. Вы всё это дело начинаете понимать и так далее. Но... Я могу сказать... По себе, вот именно как конструктор, да? Тот момент, когда ты должен начинать вот всё это изучать, да? Вот. Именно технику, которая именно применима к проруму. Как правило, у тебя ученики либо начинают почему-то считать, что они всё умные, и начинают уходить, там, на тебя обижаться и так далее. Либо, как бы, костенеют и перестают вообще обучаться. То есть вот всё, вот они встали на одном месте. И дальше эту картину просто не может. Хотя на технику надо нарабатывать уже немножко по-другому. Не так, как в обычном стандартном туре. Вот. Как это нарабатывать? Ну, так скажу так. Давайте не сегодня. Если будет возможность, давайте завтра подойдёмте ещё. Поговорим на эту тему, да. Вот так. Я просто хотел сделать перерыв 5 минут. И давайте, так как я две тренировки вёл по своему, смотри. Давайте Вы выберите эту технику, которую хотите разобрать. Понимаете? Ну, подумайте потом. Поначалу раз. Так, давай я сначала Серёгу, потом... Помягче которая, потом потом подвёрз. Нет, я как раз тогда сначала у колбасика. То, как обычно покатывают терминаги. Я сейчас покажу... Давнее не делаю чего-то. Чего сюда... Поговори. Когда у Вас терминаги и... То, что чаще всего... Не? Или еще. Нет, я сейчас и покажу. Потом, там без разницы. Лично. Людям, конечно, нравится. Вот. Ну, я просто противник этого дела. Чего? Тут не быстренький. А, самое интересное, что как правило, УК, который атакует таких сенсеев, да? Он как правило, либо не атакует, либо атакует медленно очень. Я специально себя говорю о такой метод, потому что мне надо уметь еще показать неправильно. Кстати, высшее искусство. Когда ты умеешь делать правильно, да? Если показать неправильно, то еще не трогай. И так не похоже. Не похоже. Ну, смысл понятия, да? Для меня это выглядит вот так. Понимаете? Это плачная грубость. Понимаете? Вот эта жесткость какая-то непонятная. Для чего? Честно скажу. Вот это не айкидо. Или вот так еще надо. И опять пошел. И эффект не было. Да. Ах. Да, форму потерял. Тяжело показать неправильно. Надо пояс менять и идти в народ. Вот это не айкидо. И вот если вы видите на экране нечто подобное, можете смело забрать, просто закрывать и все, и выкинуть, забывать этого человека. Нет, есть там еще форма другая, тоже не айкидо. Ну, я покажу. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Мы это тоже самое. А я, а я, а я, а я, а я, а вы, ищи ваер, ищи ваер. Ищи ваер. Ищи ваер. И вот реально встречный такой, что понятно. Я же еще ничего не сделал, а он уже падает. Ну хороший контакт. Да, без контакта. Я честно говоря, и тут варианты другой, это плохо. Скажи так, ну опять же, среди того, о чем мы говорили. Давайте, чтобы дальше к временаге переходить, я начну с упражнений. Мои собственные упражнения. Вот кто-нибудь цеплялся рукавом, допустим, бежал куда-то, раз, цеплялся рукавом за что-нибудь. Понятно. То есть, что обычно происходит? Я не знаю. Ты когда бежишь, 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 тебе там косяк плечом вкупился, да? Как ты бежишь, бам, тебя развернуло. Вот и риминаги, вот действия Луке, они приблизительно вот на это похожи. Вот видели, да? Раз, уперся, да? У меня нога совпала с плечом. Меня вокруг этой точки поворачивает. Помните, я говорил, что в айкидо нету прямолимильных движений. Их просто как факт нету. И риминаги, даже если я делаю движение, вроде бы прям, я вращаюсь. Поэтому, смотрите, вот такое упражнение. Помощь, да? Да? Трикант. Очень долго бьет. Там похрупко бьет. Еще раз, смотрите. Сейчас не делайте на левом и правом. Просто как бы удобно. Встаньте и просто работайте. Смотрите. Раз, два, три. Скажем так, сейчас даже не заморачивайтесь, для чего это делать. Просто. Ваша задача заставить гэп дикаться по кругу. Попробуй. Так, да? Тот на третий. Да? Вот. А, вот. Всё. Помнил, отлично! Ха-ха-ха. Дождь просветления обладал. Еще. Не толкайте к плечу. Не толкайте к плечу. Ну вот, посмотрите. Почему это? Просто двигайся. Временание делается за счет того, чтобы одно плечо останавливать, но не жестко. Так как вы цепляетесь за край, заставляя его прямоимильное движение, не пройдя в руководку. Если вы остановитесь своего оппонента вот так вот, он остановится. Если вы в этот момент попытаетесь остановить противоположное плечо, он остановится. В Йошинкане вот этот движение начинает выглядеть вот так. Остановили. Причем чаще всего останавливают противоположное плечо. БАМ! Загружаете на достающую ногу, а потом после этого начинаете человек ломать. Смысла нет у этого дела. Если вы жестко остановите это плечо, опять же вы загрузите за нестоящую ногу. И человек опять никуда не будет двигаться. Поэтому вы цепляете края двигаться. Понятно, да? Поэтому сейчас остановитесь, смотрите. И чуть-чуть, да? И потом что-то на замок. Попробуйте сделать. Кстати, у нас в третий гикаджи, первая реке и ринаги. В области шаханан. Ну да, три дальше ханаги еще. Ринаги вот оно, понимаете, оно требует настолько вот филигранного тайминга, Оно требует настолько филигранной техники, ощущения партнера. То есть вы просто идите тут должны владеть просто идеально, чтобы ваша техника действительно сработала. А то, что показывает обычно у колбашек партнера, вот так, избиение младенческого персонала. Смотрите. Давайте чуть-чуть совсем упростим, да, вариант. Смотрите. Вот видите нога? Ну что, давай похода я делаю сегодня. Это вот начальное фаро движение, когда ОК начинает падать. Когда вы загружаете руку и опускаете на плечо вниз. Вот. У вас сейчас в основном у всех проблема заключается в том, что ОК, скажем так, вместо того, чтобы двигаться вперед, да, или создавать хотя бы иллюзию движения вперед, начинает пятиться назад. Либо просто стоит с долгом. Из-за этого как бы техника перестает работать. Я сейчас вспоминаю. У вас есть определенный раздражитель. Вы на него нарабатываете навык. Все, у вас есть узконаправленная задача. Все, там других ничего там нет. Понятно, да, ОК? Оторвалась нога и уронили. Это для того, чтобы было понятно, как ОК начинает падать. Смотрите, чтобы выполнить вот это движение. Представьте себе, что вы как валик, который вращается. Или тут мяч на нем. Вот. Вот вы вращаетесь в одну сторону. И в противоположную раскрутите. Сначала вращаетесь в одну сторону. Потом вращаетесь противоходом, смещаясь. Но ни в коем случае вас не должно быть такого. Столкнулись. Потом вы начнете бороться со своими ОК и все на этом все закончилось. Особенно если оно не будет. Если оно подняло, то в любом случае можно делать. Повернуть в одну и в другую. У большинства отняло. Управленный. Наверное. Управленный. Управленный. Вот я еще два сезда. Так. Сделать. Управленный. То есть вместо того, чтобы хотя бы остаться на месте, стоять вперед, вы начинаете переставлять ноги назад. Оставьте перед нескольящую ногу на месте, понимаете. Она у вас загружена. У вас это плечо опущено. Вы ноги вряд ли сможете переставлять вообще. Только если вы изначально стали неправильными, не соответствует данной технике. Все. Загружена нога. Здесь попробуем все то же самое, но даже стоячили. Раз. Два. Шаг. Раз. Два. Шаг. Ну, в голове у вас должен вал повернуться в одну сторону, повернуться в другую сторону. Вы знаете, как тебе говорят? Не как этот лоб в кристальных пространстве. В первых людей. Чехол. Да. За что? Чехол. Да. Но на самом деле вот это... В принципе, записать ведь, да, вы видите, что у меня влечения у вас такового нет. То есть первый шаг вроде как вы поворачиваете, и вот подавляющее большинство делают эту ту же ошибку. Что это уже, это не поворот каково... А потом шагаете прямо. Либо шагаете прямо вот так вот, как тут. Так два и быстрее. Обычно, когда выключают тайни-таные повернуты движения, да? Ученкам, в начале выдали, предлагают делать вот так, дырь такой упражнительный. Раз. Два. Подняли. Подождавшись. Подуждение в другую сторону. Два. Раз. Дальше, не надо. Не надо. Уху. Ручки не нормально, а ручки не на голову. А. А. Уху. 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 В 90-мм. Да? Давайте мыть, собственно. И движение руки. На уши, скажем так, что… В 90-мм, то есть, в 100% случаев движение руки как просто, как яхтедленно делает в «дворцов». Ну, неверный станковый. Адрей. Адрей. Дальше всего это результат. В первых половых раз. После этого останавливается этот крючок. Правда, когда вы не пытаетесь, вы все равно ломаете уже эстетично стоячий угол. Он не остался, и вы его уже ломаете. Отсюда видно, что бросок получает силу. Хотя, как бы, на публику, которая не в стиле, да, это производит впечатление. Потому что, окей, естественно, падает со страстью. Вот. И, ну, в таком порядке, от удаления, да, начинают ломать в этом направлении. Ломается самую базовую технику. И это все-таки по-другому, а в удалении, на самом деле. Ваша задача, свою крючок, своим крючком, остановить крючок УК. Вот это, которое прижит вам. И ни в коем случае, своей рукой не остановить всю оставшуюся часть тела. УК. 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 То есть, рука дикается, смотри. Вот вроде, она сейчас, сейчас, в третий, а мы еще там. Выкс... УК. Вот рука дикается, дикается, дикается. Смотри, вот сейчас она проснется, Смотрите, что происходит Поскольку в своем уме двигатель Академия на ближайшее к вам плечо Просто прижимаем Нет, вы поддерживаете Иногда говорят, что хватает до шипера Подтянуть вниз, бросать Но я считаю, что Я обычно просто начинаю В итоге, почему? Потому что в гейм Потому что иногда начинают заваливать Но просто помогать И все Давайте попробуйте Потом я постепенно начинаю Делать собой в аренде шансов